В это воскресенье Нью-Йорк станет еще и беговой столицей мира. Здесь пройдет ежегодный марафон. В этом году к нему особое отношение. Во-первых, прошлый забег был отменен из-за урагана Сэнди, а во-вторых, нью-йоркский марафон первый, который состоится после бостонской трагедии. На специальной тематической выставке побывала наша съемочная группа. Забег начинается прямо отсюда. Первое – это рассчитать свою среднюю скорость на беговой дорожке, купить новые спортивные костюмы и кроссовки с удобным супинатором. Затем размять и подготовить мышцы ног массажем в специальных аэробрюках. В США, где проходит около 50 марафонов в год, бегут даже дошкольники. Для них выпускают особые медали с диснеевскими героями. Мне нравится медаль с Фейей Дин Дин, я буду как она. Но нью-йоркский забег только для взрослых. Желающих так много, что бегунов отбирают в лотерею. Для Карлоса из Барселоны поездка в Америку и участие в марафоне стало сюрпризом. Заявку в тайне от него подала жена по случаю 20-летия брака. Я не очень готов, но сделаю всевозможное, чтобы победить. Ради жены. Старт рано утром на Стайтен-Алленде. Затем профессиональные и не очень спортсмены побегут через все районы Нью-Йорка. Для 60-летнего голландца Уэйна этот марафон первый в жизни, и он боится. Но не 42 километров трассы, а террористов. Я немножко боюсь, все-таки такая большая дистанция, вдруг кто бомбу заложит. Полиция Нью-Йорка уверяет, что опасаться нечего. В толпе будут дежурить тысячи полицейских в штатском. Перенимать и делиться своим опытом приехали русскоязычные спортсмены. Представители организации «Дорога к Сочи» рассказывают о главном спортивном событии года будущего – Зимней Олимпиаде 2014-го. Наша задача – познакомить с этими играми и с городом Сочи как можно большее количество американцев. Вы знаете, что реагируют замечательно, по-доброму, улыбаясь, рассматривая наши талисманы. Им так нравится. Я знаю, что следующие Олимпийские игры пройдут в Сочи, и это все, что я знаю об этом городе. До Олимпийских игр еще три месяца, а до старта осеннего марафона в городе Большого Яблока чуть более суток. За главный приз – 100 тысяч долларов – будут бороться 48 тысяч бегунов из 40 стран мира. Бежать им придется быстро. В воскресенье в Нью-Йорке ожидают похолодания.